Ну, вообще, они повседневно идут, а так, как вам больше нравится. Меня зовут Таня Оржанова, я белорусский дизайнер, чему очень рада. Пять лет я начала рисовать эскизы. Вот мама до сих пор помнит, плечики рисовала, какие-то треугольные формы, и пошли пиджаки. Вот с пяти лет все, я как завороженная сидела, смотрела показы Юдашкина. Все, и вот мама знала, что уже все, идет показ, надо Таню позвать. Так, а это платья из моей новой коллекции сезона «Весна-лето-2013». То есть, это то, что будет актуально этой весной, этим летом. Но она выполнена из натуральных тканей, хлопок, лен, натуральный шелк. Она как повседневная, так и более какого-то там эксклюзивного характера. Очень многие специалисты смотрят фотографии одежды и говорят, ну у вас же высшее образование, мы так вот. Я говорю, нет, у меня нет высшего образования, говорит, как нет, у вас все работы на таком уровне. Ну, то есть, я очень стараюсь, чувствую, и, ну, наверное, тогда какая-то там доля таланта есть. Так, вот сейчас, например, мы готовим новую коллекцию, но это будет маленькая, небольшая серия платьев, но будет называться «Дерево влюбленных». То есть, смысл такой, что вот здесь будет именно игра тканей, сочетание, да, светлого дерева с темным. То есть, мужское начало и женское начало. От одной питерской фирмы, дизайнерское бюро номер 5, им очень понравился эскиз платья Мэрилин. Вот, и мы продали его, и теперь они выпускают это платье. И так получилось, что мы их продаем, и получается, что мои платья, но они уже не мои платья, то есть, у нас в магазине представлены как дизайнерское бюро номер 5. Чему я очень рада, мне очень нравятся такие вот сотрудничества, и дай бог, чтобы их больше и больше было. Моя задача – одеть всех женщин, абсолютно всех. Всего мира? Я бы хотела всего мира. Ну, иногда просто понимаешь, что если всего мира, то на это надо отдать жизнь. И закрыть личную тему вообще, если ты хочешь мировых, вообще мирового успеха. Это реально, это очень реально. И нет преград переехать в Европу, и там всего можно достичь. Но ты тогда просто полностью, мне кажется, зачеркнешь свою личную жизнь. Будьте только вот ради, ради успеха, 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 а потом этот успех в один такой разный момент сделает себя очень одиноким человеком. Ловишься такой какой-то, такой солдатик, поленепробиваемый. Но это не для женщины. Мне кажется, ну, есть такие женщины, но их немного, и слава богу, что их немного, таких карьеристок сумасшедших, но, мне кажется, я за гармонию, чтобы... Но пока отказываться от своей личной жизни я не собираюсь. Ну, я не смогу себе такого позволить. 19 ноября мы открыли студию-магазин дизайнеров. Здесь, помимо моей марки, продаются наши белорусские дизайнеры. Одна российская марка у нас пока что есть. Ну, вот, например, куртка от нашего минского дизайнера Марии Дубининой. Шерстяная, очень интересно смотрится, забавный крой. Ну, замечательное качество. Так, брючки жаккардовые, тоже на подкладке. Это уже Таня Оржанова. Тоже жаккет у нас на подкладке. У нас есть такой замечательный дизайнер Анастасия Миранович. Платьица. Длинная в пол, джерси. Ну, у Насты замечательное качество и очень дизайн. Мне очень нравятся ее модели. Туника. Это питерская фирма, дизайнерское бюро номер 5, асимметрия. Вот, у них итальянские ткани. Очень тоже, ну, такой питерский крой. Так, юбки в пол. Это сейчас очень актуально. То есть, готовимся к лету. Не, моя задача, как можно больше расширить их, но тоже, чтобы все совпадало. И ценовая политика, да, платежеспособность населения. Потому что некоторые люди вот приходят в магазин и говорят, «А, дизайнерская одежда, о, не-не-не, здесь цены». Я говорю, ну, постойте, говорю. У нас есть от 500 тысяч до 2 миллионов. Он говорит, давайте посмотрим 500, 600, 800, то, что мы можем предложить. И можем предложить вам итальянский шелк за полтора-два миллиона. Люди сразу боятся. Все, дизайнеры, у них все сразу вот. Страх какой-то. Так не должно быть. Таня, как избавиться от этого страха? Ну, вот, как избавиться? Работать над тем, чтобы удешевить свою продукцию. Удешевить ту продукцию, которую ты выпускаешь. Чтобы твои платья стали более-менее доступными. Ну, ты тоже. Это сугубо личное желание каждого дизайнера. Вот кто-то вот уперся, вот так он хочет только с элитой работать. Вот. Все прям. Ну, ты же, я не могу никого осуждать. Моя задача – собрать дизайнеров адекватных. Адекватных, без короны, таких вот трудоголиков. Потом очень люблю серию платьев от Юлии Ачиновича. Это минский дизайнер. Космическая тема у нее и название химических элементов. Вот. Вот. Нравится ее. Такая забавная тема. И платья вообще замечательно сидят. Одежда должна служить как можно большему числу женщин. Как можно большему. Разных социальных слоев. Наши вот, очень замечательно уже у нас, наши одежды носят. Как редакторы журналов, да, минских изданий. И простые люди. И замечательно, но это очень хорошо. Я не хочу останавливаться только вот на верхних каких-то там слоях. То есть все женщины с любым достатком достойно, хорошо выглядят. Все должно быть в гармонии. И внутренний мир в порядке, да, внешность и обязательно. И естественно человек должен одеваться со вкусом. Удобно, комфортно, но со вкусом. Вот все говорят, мне удобно старый свитер. Ну ты же можешь так старый свитер преподнести, с такими ботинками его надеть, что просто будешь сидеть и только вот рассматриваясь, думаю, ничего себе, старый свитер. Вот так вот надо учиться этому. Вот, например, кейп. Кейп, с чем и как его носить, сейчас объясню. Значит, это шерстяная накидка на подкладе. Она очень известна, распространена в Европе. И вот с радостью дошла к нам. То есть это очень удобное как бы пальто. То есть мы можем сумочку, мы можем, да, ручки внутри. И можем, да, высунуть руку, поздороваться с кем-то. В то же время держать сумку. Но зачастую кейп руки прячется, и уже под самой накидкой выносится сумочка или клатч. К кейпу вы можете добавить платок, шарф. Ну и желательно, чтобы сапоги подходили к кейпу на низком каблуке. Мода это вообще такая огромная машина, которая может влиять на все структуры в жизни. И на экономику, и на политику. Если это грамотно все сделать. Потому что за счет, если хорошо поставить одежду, можно стране много денег зарабатывать. Вот как у нас лен. Лен же по всему миру ценится. Но у нас почему-то он не ценится. Вот почему-то у нас кольное отношение со всем. А именно хотя бы даже наш один лен может настолько помочь стране. Мода. Она влияет на наши умы, женские умы, да. То есть если мы хорошо, интересно выглядим, естественно, у нас будет лучше личная жизнь, да. Это глобальная такая вообще. Нельзя легко относиться к моде. Но нельзя идти у нее на ходу. Надо найти свой собственный стиль. Даже может у человека быть несколько направлений стилей. Вот как мне, например, нравится, ну, несколько направлений. Я не буду носить только классическую одежду. Что мне нравится? И народная, и спортивная. И я это стараюсь как-то вот все соединять, чтобы интересно быть, чтобы всегда меняться. И, ну, я не думаю поводу, на поводу моды. Ни в коем случае. Хотя вот будут там, как их там в журнале, тренды, да, вот это вот все. Там must have. Все, вот must have. Надо обязательно это купить. Вот такие вот похожие очки. Вот все, вот что как там написали. Я такого делать не буду. И никому не рекомендую. То есть чувство вкуса, да, стиля, чувство стиля, вот это вот все дается с рождения. Либо не дается. Но этому можно обучаться. Этому можно обучаться, смотреть журналы, изучать пропорции. Говорю с кем-то, спрашивать совета у более компетентных людей. Но так как мы интернет-телевизор, интернет – это массово. То есть давайте сделаем для наших ленивых женщин, которые любят сидеть на диване, короткие видеокурсы по воспитанию в них. По вкусу, стилю, да. Я только за. С удовольствием бы что-то такое придумать. Ну просто в интернете же очень много информации, которую надо учиться отсеивать, что-то хорошее, что-то плохое. Мне кажется, вот у нас получится хороший курс. Да. Да. Без моды никак. То есть все. Ну это без нее невозможно жить. Или будешь жить плохо. Ну неинтересно будешь жить. Ну так как-то.